Добрый вечер всем любителям футбола. 11 тур в рамках чемпионата Москвы по футболу среди команд любительских футбольных клубов. Дивизион А приглашает вас к просмотру матча на стадионе Спартаковец. Что ж, наш матч начинается. Комментируем эту встречу для вас. Артем Гурев, подвижный центр. Но и Арсений Донский. Опасный момент. И был и близкий гостя к тому, чтобы открыть счет в этой игре. Максим Славянский прорвался по левому флангу и бил направление в дальнего угла. Его выстрелом несколько разминулся со штангой и прошел мимо ворот. Но если команда родина 2007 года рождения располагается на 13 строчке, то их соперник ничуть не выше. На 10 месте продолжается атака. Вот этот массивный штурм ворот. В итоге опасность миновала. Не без помощи и удачи. Сохраняет ноль. В игроке пропущенных мячей футболиста родины. А по всей видимости, Данил Демин не сможет. Уже был мяч после того, как ему касали помощь. Продолжается у нас борьба в центральном круге. За инициативу. И в данном случае за контроль мяча из ситуации. Данский разворачивает соперника, тот нарушает правила. И первое предупреждение в нашем матче. Но здесь в данном эпизоде прежде всего на славу постарался. Арсений Данцкий, Евгений Капон, прошлое известие. Ступало за воронежство. Пахинский, Калинский, Анжи. Химки были в его карьере. С его молодежной командой в рамках первой лиги Родины. Но до этого нужно решить задачу. Сегодняшний матч. Перерыв им явно пошел на пользу. Здесь с новыми силами готовы они искать свое счастье у чужих ворот. Но, по сути дела, первая же контратака заканчивается забросом в направлении Клементия Улыбина. И тот бьет в дальний угол, открывая счет в нашем матче 0-1. Классный удар получился у Клементия. Мгновенно он отсоединил ситуацию. Пришел к мячу ему из глубины. И с левой, точнее окунько, в дальний угол. Передача в разрез. Новиков. Продолжается атака Куркина. Удар издали. И второй мяч оказывается в сетке. За пределы штрафной Максим Славинский. Увеличивает счет до двух забитых голов. С этого счета они только начинают включаться в игру, набирать обороты. Здесь Титушин. Потерял равновесие. Без нарушения правила отбирает мяч у него соперник. Мяч под левой, оказывается, по эпизоду у Клементия Улыбина. Но оформить дубль ему не позволяет самодверженная игра защитников на последнем рубеже. Мяч в центральном круге. Под владением Логашова. И именно на этом моменте Иван Кулагин сигнализирует о том, что матч завершен. Со счетом 0-2 празднует успех Куркина.